Спустя 80 лет непрерывной эксплуатации подземный коридор, который связывает морской порт с остальной частью Владивостока, пришел в аварийное состояние. Из-за грунтовых и техногенных вод здесь постоянно образовывались течи. В последние годы в тоннели регулярно выходили из строя системы электроснабжения, автоблокировки и связи. Целому штату работников порой приходилось дежурить на объекте сутками. А в октябре этого года начался масштабный ремонт старинного тоннеля. 5 сантиметров вот этого состава толщина. Генеральным подрядчиком работ по реконструкции исторического тоннеля стала московская компания с не менее богатой историей и опытом сооружения сложных транспортных объектов. Сталинский стал первым в стране железнодорожным тоннелем, который модернизируют с помощью ультрасовременных технологий по разработкам отечественных специалистов. Первое – герметизация деформационных швов, там где были основные притоки воды. Значит, ремонт трещин, нагнетание цементно-песчаного раствора за обделку. Это для устранения заполнения пустот за обделкой. И химзакрепление грунтов за обделкой. Это тоже нагнетание. И далее, значит, водоподавление. Но это лишь список подготовительных работ. Реконструкцию планируют проводить в течение двух лет. К слову, этот срок приблизительно равен сроку строительства тоннеля. Сначала сооружение планировали возвести еще во времена русско-японской войны. Затем этот вопрос вновь возник в 1913 году. Тогда тоннель даже начали строить, но с приходом Первой мировой войны работы были остановлены. Достроили тоннель только в 1935 году, присвоив ему имя Сталина. А сегодня под слоем штукатурки рабочие находят приветы из советского прошлого. Это лозунги, которые в те времена были везде очень распространены. И в том числе здесь тоже не исключение, но удивительно то, что 80 лет вот эти надписи на стене под штукатуркой продержались. И когда мы штукатурку сняли, они абсолютно читаемые. Это, конечно, интересно. Удивляет строителей и то, насколько хорошо сохранился тоннель, несмотря на естественные разрушения. Если учесть уровень технической оснащенности в 30-е годы, сроки строительства сооружения и условия его эксплуатации, можно сказать, что возведенный практически вручную, 80-летний тоннель – пример уникальной постройки. В тоннеле достаточно часто можно встретить вот такие ниши. Они были созданы, как вы понимаете, с целью безопасности, чтобы в случае чего люди могли сюда спрятаться. Реконструкция тоннеля длиной более тысячи, шириной 5 и высотой 8 метров закончится в ноябре 2018 года. Он имеет статус стратегического объекта и памятника истории архитектуры краевого значения. И находится под охраной воинской части внутренних войск МВД. Через тоннель имени Сталина осуществляются грузовые перевозки в порты на полуострове Голдобина, подвоз угля к Владивостокской ТЭЦ-2, а также движение пассажирских электропоездов, которое, к слову, отменено на время ремонта. Электрички у нас не ходят через тоннель имени Сталина с 1 октября. Это невозможно ни технически, ни как, потому что, во-первых, нету контактной сети. Движение электричек обещают восстановить сразу же после окончания ремонтных работ в тоннеле. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. 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 Новости на